В Госдуме призвали следить за моральным обликом россиян с детского сада Мальчики должны играть в машинки, строить из кубиков, что-то чинить Девочки в дочке матери, потому что гендерность закладывается в человека с пеленок С таким заявлением выступила зам предкомитета по вопросам семьи госпожа Буцкая Угадайте с одного раза, какую фракцию мадам представляет Также Буцкая отметила, в данный момент прорабатывается вопрос о введении в школах уроков семьеведения Которые точно необходимы, прям цитирую народную избранницу Со временем, резюмировала тетенька, можно было бы дипломную работу по данному предмету сдавать выпускникам Например, в виде генеалогического древа своей семьи Готовить такой диплом помогут родители, бабушки и дедушки И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина На самом деле, со вторым и третьим пунктами не могу не согласиться Инициатива, на удивление, полезная А то ведь у нас люди не только истории своей страны не знают Они, блин, об истории своей собственной семьи ничего рассказать не в состоянии Истории своей фамилии не владеют Что это за фамилия? Откуда она пошла? И так далее Вон, ВК, целое приложение по этому поводу состряпали И оно, не поверите, пользуется сумасшедшей популярностью Хотя очевидно, да? За каким оно создавалось? Правильно Это завуалированный способ сбора персональных данных С доверчивых дурачков угораю всегда над теми, кто проходит эти тесты Психология семейной жизни тоже раньше преподавалась школам, пионерам, комсомольцам Никому оно не навредило А вот по поводу того, во что детям играть в садики Вот тут у меня вопросы возникают Уверяю, если это видео окажется в правильных руках То оно станет популярным Почему, если мальчик поиграет с девочкой в куклы А девочка возьмет в руки игрушечный молоток Это должно разрушить детскую психику И отразиться на скрепах в дальнейшем Имеется в виду ориентация, конечно же, что за бред? Я с сестрами все детство в пупсов играл В резиночки с ними скакал, будете смеяться В классике прыгал, ничего страшного со мной не случилось У дочери моей, полуторагодовалой, уже сейчас руки к технике болят Больше скажу У нее есть старший брат, которому 12 Он где-то что-то мастырит на даче Выпиливает какую-нибудь холеру Она рядом тусуется Ей интересно, что тут такого Ребенок познает мир, а вот госпожа Буцкая как раз пытается хайпиться На популярной нынче у путинских халуев теме традиционных ценностей еще раз Ничего страшного не случится, если мальчик начнет играть в куклы Или даже женской одеждой заинтересуется А девочка из кубиков домик построит Может он педагогом хорошим вырастет Или модельером станет, а она архитектором К человеческой сексуальности оно вообще не имеет отношения А вот к глупости взрослых депутатов Да, к глупости и лицемерию Но кто бы и под каким бы ни было предлогом Под каким бы то ни было соусом Не пытался хладнокровно использовать детей Для достижения своих собственных эгоистических Харьковых целей Мы никогда не должны забывать О том, что это наши дети Да ну, правда что ли? Это реальная журналистика Давайте перестанем уже путать патриотизм с идиотизмом Вот он и пусть и будет темой сегодняшнего выпуска Поехали И ведь только хотел перелеснуть эту страницу Забыть про депутата Бутскую Как новый перл от тети прилетел Запретить термин child free Сокрушается теперь Татьяна Викторовна В данном случае, как и выше Внимание заслуживают аргументы Которыми дамочка оперирует Раз Заметьте, сказала она Президент не произносит такие слова Ё-моё, при чём тут президент? Президент и писает Простите, стоя сомневаюсь Что Бутская отправляет малую нужду Точно таким же образом Хотя, хорошо, хоть пока не призывает женскую половину общества Переучиваться, чтоб как президент Ну да мы отвлеклись с два Самое главное, на что уповает популистка Сейчас опять цитировать стану Если перевести чаю фри с английского Получишь нечто вроде «Я против детей» Ух ты! Чего? Вопрос риторических А вот таких вот Бутских Прежде чем пускать на праймере с Единой Россией Хоть кто-нибудь проверяет вообще на наличие базы Минимальной хотя бы У неё образование какое-нибудь имеется Там фазанка ПТУ Неважно уже какое-нибудь Она же депутатом в Госдуме Работает целый зам предкомитета Вот только букварь, судя по всему Дамочка скурила, потеряла ещё В первом классе, хорошо Ликбез проведу сегодня бесплатный Специально для госпожи Бутской И других безграмотных пустозвонов Чайлд-ребёнок Фри-свобода В дословном переводе Человек свободный от ребёнка У нас так и не говорят У нас говорят по-другому Бездетный Вот как будет правильно И такое слово в русском языке Между прочим было всегда Оно даже в юридической терминологии Присутствует Бездетный Не значит против детей Просто бездетный Не надо врать И нести от себя тяну Особенно Когда занимаешь такую высокую должность А впрочем Вот вам Ещё один яркий пример того Что на России На ответственных должностях Сидят пустые Необразованные И даже Глупые люди И ладно бы Они там просто сидели Они же законы принимают По которым после Придётся жить Огромной стране Заявления публичные делают К которым Люди прислушиваются Ну и получаем В итоге вот это Вопрос следующий Когда началась Вторая мировая война? Вторая мировая война Началась 22 июня 1941 года Вторая мировая Или Великое Отечественное? А, Вторая мировая Вторая мировая Не помните? В 14-м году В 14-м 14-й год Это Первая мировая А Второй не было 1 сентября 1939 года Не было такой войны Я не помню Это вы путаете Ну, а вы не можете Когда-нибудь Как-нибудь представить Что где-нибудь Энток Лет через 50-100 Так Это будет Испанская Советская Социалистическая Республика Ну, было бы неплохо Конечно Было бы неплохо Но пока я не могу Это надеяться можно Ой, дурак А это уже депутат Аркадий Пономарев Из Воронежа Тоже член Единой России Который активнее других Не любит загнивающий Запад Потому что враги Потому что их НАТО Воюет против нашей Родины А еще депутат Пономарев Как оказалось Обладатель трех Прекрасных квартир В Испании Площадью 151 155 И 178 Квадратных метров По сей день Парламентарий Владеет данной Недвижимостью И не собирается От нее отказываться А вот так Мужчина Объяснил Воронежским пропагандистам Почему он не спешит Отречься от нажитого Непосильным трудом В недружественной стране А у чувака Видите ли Есть какая-то Секретная информация Будто в обозримом будущем Испанское королевство Может стать Испанской Советской Социалистической Республикой Прям так и сказал Красавчик Это будет Испанская Советская Социалистическая Республика Но Было бы неплохо Конечно Было бы неплохо Эй дурак Хотя Как мне кажется Тут скорее Имеет место Быть троллинг Этакая Издевка Над ватными Патриотами Типа Да-да-да Иди Воюй Дурачок С мифическими Ворогами Получишь Значок И меня Ваша Холопская Возня Вообще Никак Не интересует Чем меньше Вас останется Тем больше Нам Достанется Я не могу Потому что Объяснить Увиденное Услышанное По-другому Это плевок Очередной Плевок В каждого Из нас Хотя нет Не очередной Теперь уже Смачный Вперва Они говорили Просто денег нет Значит Будем Найдем деньги Найдем деньги Сделаем Вы держите Здесь Вам Всего доброго Хорошего Настроения И здоровья Потом Было Вот это Нет Вам Государство Вообще В принципе Ничего Не должно А вам Должны Ваши Родители Потому что Они вас Родили Государство Их Не просило Вас Рожать И вот Это тоже Было Это не проблема Макарушки Стоят Всегда Одинаково На макарушках Мы В больницу Через Несколько Месяц Это очень Дешево Но раньше Наверху Хотя бы Вид делали После Подобных Выпадов Будь то Выражают Глубокую Озабоченность Сейчас Все Их Просто Перестали Одергивать Они В свою Очередь Начали Борзеть На тебя Ярлык И на агента Навешивают За то Что ты Например Предатель Такой Раз Такой Песню Верки Сердючки Послушал А у Данного Хмыля Три Квартиры В Испании И это только то Что вылезло На поверхность И он это Признает Публично В эфире Государственного Телеканала Но он не иноагент Он патриот Стоит С издюбкой Ха-ха-ха Жду Когда Испания Останет Советской Республикой Или Еще Из той же Оперы Пожалуйста Я кстати Это так же Озвучивал В одной Из прошлых Программ Депутат Михаил Ресин Тоже Из ядра 89 лет Бывший Ио Мэра Москвы До того как 10 лет Работал В должности Зама Лужкова Продолжать Не стану Человек Скандал Будучи чиновником Попался С коллекцией Дорогущих Часов Которые Вероятно Получал В качестве Взяток И выкрутился Как наказали По-путински Они же Свои не бросают Своих не бросают Поменял кресло Столичного Вице-мэра На кресло Депутата Госдумы Гойда Ура Осенью 2022 К тому моменту Спецоперация Продолжалась Там 8 или 9 Месяцев Мобилизацию Успели объявить Из каждого Утюга Уже визжали О том Что запад Наш непримиримый Враг И он И не обсуждается Так вот Господин Ресин Снова Попадает На первые Полосы Газет В это время На этот раз 13 квартир В Праге Недружественная Чехия У дедушки Обнаружилось Причем Две Из них Старичок Прикупил Уже После того Как попал Под европейские Санкции И чего Хоть кто-то Деду Пальцем Погрозил Сейчас Пошумели И забыли Вот он Хваленый Скрепный Патриотизм Вот они Скрепы Это настоящие Из программы В программу Повторяю У нас Государство Как-то Странно Разделилось Элитные Патриоты И лоховатые Идиоты Но Последние За первых Готовы Оп урвать В то время Как У этих Подобных Пристрастий Не наблюдается Ладно Вернемся Еще К данной Теме Время К сожалению Поджимает Это была Реальная Журналистика Сегодня Вот так Подписывайтесь На канал Лайки Репосты Приветствуются Они помогают Продвижению Видео В соцсетях Тоже жду Напоминаю Во Вконтакте В Однокласснике Через VPN Остальные Площадки Без Ограничений В друзья Добавляйте Темы Предлагайте Поднимем Обсудим Пока Пока Субтитры